Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 355. События дня. Эпиграфом. Иоанна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете, за 1 декабря 2016 года? Ну и здесь говорится о том, что славу, когда люди ищут и пытаются что-то делать по-своему. Еремея 13, 23. Может ли феоплянин переменить кожу свою, барс, пятна свои? Вопрос. Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Привычка, навык. Врагу, делая добро, голоден враг, накорми его. И жаждет напой его, делая сие, соберешь ему горящие угли на голову. Так что тогда выходит, а если я угли не собираю? Мне как раз это и надо, чтобы врага дымилось на голове. Иоанн Златоуз говорит, делай так, с таким намерением, накорми, напой. Не проявляй ничем, что ты делаешь еще не с расположением. А потом, навыкнув делать, будешь делать уже по любви, заповеди Божьей. Иоанн 12, 43. Разлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Люди это привыкли, чтобы делать по-своему. Чтобы не осудили его, нигде замещания не сделали, не гнали. Сегодня мне подбросили фильм, чтобы я посмотрел и дал рецензии на него. Кирилла Серебряницкого называется «Ученик». Закрою это дальше полностью. «Ученик». Вот Юрий Соборя пишет. Уже ролик стоит. Как раз он задавал вопрос по гробу Господню, что там вскрытие идет, благодатный огонь. Я сразу ответил. Уже к утру стояло. Вчера анонсировал близким, чтобы следили за каналом. Скачивают себе. А то вчера в новостях прошла информация, что в следующем году Ютуб могут закрыть в Российской Федерации. Конечно, большая неприятность. Господь усмотрит. Благослови Господи, чтобы ничего подобного не случилось. Как это закрыть. И даже я не представляю, как это можно закрыть. Но не от нас это зависит. Дальше пишет Игнатий Тихонович. Продолжение к моему позавчарашнему вопросу и вашему ответу. Во время беседы думал задать, но вы там такую четкую композицию, темы выстроили, что разрушать ее никаким вопросом не хотелось. Ни вопросами по теме, ни тем почем, ни ее. Вообще. Вот это чувство. Расстановка, все. Сам по себе вопрос. И проществование, чтобы не сбить человека. То впечатление, которое мои доводы, я 60 с лишним мест Библии привел, относительно того, что гроб Господень, это может вообще и так придуманный на том месте где-то. И никакой роли он не играет для спасения. Никакой. Это все обман. И благодать на огонь. На 100% может быть обман. Можно ничего не говорить, но только не участвовать в этом. И он задает вопрос. Верно ли понимать, что Дух Святой рождает и посылает по белу свету доверившись Ему. И к хорошему, но еще не спасительному, добавляется веяние тихое, приводящее в царство любви и света царства Божия. В кавычки берет это мои слова, мой ответ. Во свете слов Святой Библии о том, что Дух дышит где хочет. Иоанна 3.8. И может, вовсе наивный вопрос, но он тоже появился именно после вашего ответа. 2. Сошествие Духа Святого на землю в Пятидесятницу. Чем отлично от Дух дышит где хочет? То есть применительно ко времени и человеческой истории, и пребывании в них лица Святой Троицы. Вопросы-то какие? Я отвечаю. Первое. Дух Святой рождает и посылает по белу свету доверившись Ему. Это моя фраза. Отвечаю. Откуда я взял эту фразу? Иоанна 3.6. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Титул 3.5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости в бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верное. Я желаю, чтобы ты подтверждала всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Захария. И сказал я, кто они, Господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между мирами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. Господь послал не сидеть за стенами, как монастыри придумали. Я поясняю. Деяние 6, 9, 16. И я покажу им, сколько он должен, покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Покажу. Дальнейшим Господь показывает. Это я отвечаю на вопрос местами Писания. У веры, став чадом тела Христова, церкви его, церкви его, он выходит на благовестие. Обязательно. Иоанн 10, 9. Я есен дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, пажить найдет. Войдет и выйдет. Обычно из дому выйдет, а потом вечером войдет, а здесь наоборот, войдет. Как это? А так, уверовал человек, стал чадом церкви, вошел в церковь, а теперь его Бог посылает идти и пажить найти. Я понимаю, пажить это ваш контингент. С кем вы общаетесь, кому возвещаете благую весть. Рожденный по плоти, по обряду, по установившемуся циклу через окормление, то есть отравление, еще в начале не отмерших чувств и совести, не от Духа Божия, довольствуется вполне антуражем, заваленный обрядами и предрассудками, считая вымыслы человечески нужными и не отличая их от Слова Божия, живого и действенного. Но, и далее поясняю 2 Коринфянам 3, 17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Поясняю. Там же, где обрезана пуповина от системы удушающих человеческих, часто церковных вымыслов, там подлинная свобода слышит веление Духа Божия, как бы тихое веяние ветра. Нерожденный свыше не может с радостью повторять и на молитве, и улыбаться от свободы раскрепощенного Духа, повторяя. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Где это написано? Ну, Псалом, 118-й, 113-й стих, эпиграф на нашем сайте. И слышит постоянно сие, любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки несчастливых избавляет их. И все это для слышания голоса Божия, Духа Божия. И положительного ответа на свое сердце. Иду, возлюбленный мой. И как эхо до него доносится. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот это ответ. И дальше я пишу стихотворение. Выписал его, а это не мое стихотворение. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу полуверы, жалких слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Я не хочу полужизни, робкой, бессветной, бездушной. Я не хочу полусмерти, жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горнире страданий грешное я умирает. Пламенем в сердце свободном новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуцели. Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Это я отвечаю на первый вопрос. Второй. Ду дышит, где хочет. Это сказано было для сравнения наглядного того, что ежедневно видим-слышим. Жужжание. И не знаем, то есть откуда, где и куда дует ветер. Речь идет о ветре, который здесь названной духом. Вот не все знают. А как так? Поясняю. Псалом 103, 4 стих. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Вот откуда вулканы и прочее. Откровение 7.1. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер на землю, ни на море, ни на какое дерево. Ангелы держат ветры, а там написано духом. Откуда взято? Откуда взято? Вот откуда взято. Дух Божий также посещает человека, найдя очищенный сосуд и руководит им. А как это было, как Дух Святой коснулся и ты растаял, этого невозможно никому объяснить. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, Божье Слово. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему. Я люблю, чтобы везде ее стояло. И обитель у Него сотворим. Ну а как в день Пятидесятницы и сейчас? Ну один и тот же Дух творит. Павел говорит, один и тот же Дух. Ты один, на тебя, на одного сошел Дух Святой, там на всех. Огненное, духовно, возжег огонь. В огненные языки они не опаляли. В огненные языки пошли говорить. А сегодня, которые так называемый благодатный огонь в Пасху из Кубукли выносят в Патриарх в Иерусалиме, гроба Господня. Он зажигает что-то, ничего не зажигает. Наоборот, радуется, что не опаляет. Ну совершенно противоположно. Так что поверить в то, что гроб Господень не гроб Господень. И благодатный огонь не благодатный, не от Бога. Поверить в это намного легче, согласно Слову Божию. Сердечно благодарю, дорогой Игнатий Тихонович, за столь обстоятельный и понятный ответ. Может быть, это лишь мое субъективное впечатление. Писать всегда селезье. Но ваш позавчарашний ответ в вчерашней беседе и сегодняшней, по качеству, если уместно это определение, предельный во свете Библии, выше непосредственно сам Господь, ниже вымысла и мудрования человеческие. Эти ответы как поэзия. В них минимум ваших слов, а не лишь ненавязчивый пунктир для связки в единый смысл, ответ самого Бога. Ибо Слово Божие, если проще, то толкование ведь всегда больше по объему, нежели библейские стихи. А у вас в ответах наоборот. Галатам 2.20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот действительно, правильно подметил вот это. Но ведь в чем дело? Удивительное впечатление обнимаю, благодарю, хвала Всевышнему Богу. Видите, как человек понимает, когда каждое слово ловит. Он смотрит на обстановку в доме Юрия, его ничто не смущает. И вот заходит человек, который, можно сказать, почти не бывает редко, третий раз, кажется, Борис Пивень, Петухов. Дальше, что он говорит? Я не могу ему отвечать в полноте. Вот, заметьте, не могу. А почему? Ну, согласно того, как я знаю, пишет, что он муж Валентины Пивень. А у нас с ней отношение просто хорошее. И обижая его, он может понять, что обидели, и как-то отразиться на ней. Поэтому я ничего не хочу. Просто покажу, что он пишет, выделил красным слова. Там обстановка у нас не такая, он не православный, сразу видно. У православных, наоборот, чем проще, тем лучше. Вот я показываю. Мы жили на второй строительной, 62-16, в городе Барнауле. По стенам внутри пространства 12,8 метра квадратных. Все, ни сантиметра больше нет. Здесь у меня прихожая, здесь у меня туалет, здесь спальня, здесь гостиная, прием гостей, мастерская и тонн-студия. И гостиница. Две мастерских. Как две? Ну, во-первых, я переплетчик, ко мне привозят на машине. В этой квадратах переплетаю. Надежда Васильевна тапочки шьет. Тапочки, настоящие у нее там колодки, все было. Две мастерские. Дальше. Учебный класс. Я провожу переплетные курсы. Приезжают священники, дьяконы разных городов на 12 квадратов. Тут у меня школа, учебный класс. Приходят люди, до 30 человек. 30? Вообразить нельзя на 12 квадратах. Почему? Разбито на три этажа. Гостиница. До 11 человек у меня ночевала, и ни один на полу не лежал. Кроме того, это богадельня. Я однажды открыл, жена когда уехала, я один свободный. Ключ убрал, и ко мне с вокзала приходили бомжи, ночевали, пили, ели. Все на столе стоит, и никто не сказал, что я живу бедно. Никто. Они пили, ели и уходили. И потом я видел только перемены в людях, которые встречались. Тон-студия. Большие, вот как сейчас показано, у меня магнитопон. Здесь вот ширина его, чтобы понять было, что за магнитопон. 45 сантиметров его ширина. Ну и около, больше 15 и высота. И ширина его сейчас я замерю. Ну его доставать надо, ну почти 35 сантиметров. Вот цифры эти запомните. Их таких 15. На койке в два этажа и закрывалось. Кроме того, здесь же у меня была вся бухгалтерия. Я работал на печатной машинке. И она закрывалась, стол, и нигде ничего нет. Это в одном месте. А стол за стол сцеплялись, шли занятия. Стол стоит к стенке, вернее, где пишущая машинка. За нее другой стоял и разбирался. Сразу разобрал, убрал. Ничего нет. На 12 квадратах. А переплетать это непросто так. Записывать у меня ящиками стояло, это я могу сказать, 4 квадрата под ящики, может быть, с пленками, катушками. Тысячи пленок, катушки, 375 метров. Я много работал тогда пищником. У жены сколько есть для переплета. Разные инструменты, станочек. Там резать, переплетать газеты, документы. Это все на 12 квадратах. Я люблю затаренное пространство. И уголь здесь же, печка топить надо. И тут же тайники сделаны, 6 тайников. КГБ только 3 нашла. 3 так и остались ненайденными. Это меня многому научило. Ну и я уже перечисляю. В гостинице приезжают люди, находятся. Здесь спят. Это для них матрасы. Все было. Все на этажах. И детская здесь же. У меня дети жили, племянники. Все на 12 квадратах. Вот теперь посмотрите, что человек, Борис, будет говорить. Пивень. Он не знает. Не православный. Не православный. Но в православных житиях везде одобряется. Простая пища. Одежда мягкая. Это в царских палатах там. Пища самая простая. Но мне кормить надо было ни одного, ни двух. Я ежедневно, вот сейчас даже в деревне, могу принять 100 человек. 100. Накормить, напоить, уложить, ездить, спать, крыши над головой. Постель, укрыть и прочее. 100. Ежедневно я готов принять. И все время у меня насторожает. А сколько прибыло? Может, ни одного. И вот теперь сам решит, как у меня здесь худо или как навести. Пишет. Ответ одной из сестре на этот ролик. Вот какой-то там ролик у меня. Какой ролик он имел в виду? Сейчас мы посмотрим. Какой же ролик он взял, который отвечал? Я вот где. А вот подъем. Кто рано встает, тому Бог дает смертному о бессмертии. Вот он. Маленький ролик. 9 минут. Один день назад 797 просмотров. Ну, эта цифра, конечно, маленькая. 800 человек почти без трех. Ну, мы-то какие? Известные, что ли? Вот он это теперь объясняет. Одной сестре, видишь, как говорит. Это какой-то отстой в христианстве. Отстой в христианстве. А там что я показываю? Печка, за столом, как сидим. Пространство пройти, буквально ногу только поставить. Самодельные стулья, самодельные там. Все самодельное. И тут же у меня еще вольер для голубей. Находятся люди. Работаем на компьютерах. Отстой. Где все должно быть прилично. Во славу Господа. В том числе и быть людей, и их жилища. Как он понимает? Он сказал, по моему мнению, как я понял, как там. Ну, он же не православный. А этим у Лапкина и не пахнет. Правильно. Не пахнет. Нет пах. Почему пахнет там, где живут в этажах? Вам открыть дверь нельзя. Все зловоние. Оправляйте здесь же. А у нас сортир на улице. На улице. Это ночью только что сходить. Сходить по легкому только. И как можно сказать, что пахнет у нас. И вот печь затоплю ее. Вот она, голландка рядом. И сколько дыма идет. Она же идет, как воздух гонит. Это воздух, который везде стиркуляции. В городе никакой стиркуляции-то нет. Запечатанные склепы. Это у вас пахнет. А у меня не пахнет. Согласен. Если бы они жили в катакомбах, как гонимые христиане первых столетий, я бы согласился на самый эскетический образ жизни. Вот, как говорит, придет антихрист. Но мы его тогда врежем. А уже отступает, отступает. И все, уже приняли, что антихрист надо. А вот католики, да мы бы с ними уже окатоличное все в православии. Бритые стоят. Крещения нету. Нету. Ладошкой мокрой там покрапили. Католическое все. Гомостексуализм завели. И еще боятся теперь. Боятся. Когда уже пришли. А патриарха за это понужают. Что там встретился где-то. Я про это говорю. Еретики, сектанты, особенно харизматы бесноватые. Они ничего не понимают. Ничего. Почему? А бесовский дух. Учение Христово они вообще не знают. Христос не имел где главу преклонить. А у меня есть. Я живу лучше, чем Христос жил. А он меня за это судит. Петухов. У меня... Петухов. Петухов. Для петуха на сест есть. А у нас негде. Не пахнет. Согласился. Не согласился бы. У нас были и еретики эти. Харизматы, пиесятники. Лекаря там машут руками. Там пасы делают. Кого-то лечат. И кого они излечили? Из одного органа в другой болезнь. Перегоняет, как Кашпировский. Тот тоже махал руками. А нам не надо этого. Почему? А мы не болеем. Мы не болеем. Мы православные. Святая вода. Освященная в церкви. Священником Божиим. Не пахнет. Но поскольку они живут в цивильном доме. В цивильной державе. Что значит в цивильном доме? Не знаю. Пояснить надо. То как можно учить кого-то? Строить где-то целые плотины. Первое. Учить кого-то. Значит, если мое жилище не такое, как он воображает, учить я его не могу. Апостол Павел вообще ничего не имел. Нигде. Где пригласят. Он не имел права учить. Что за рассуждение? Это лже-христианство. Когда так говорят. Почитайте житя святых. А они шли не в первом веке, до 20-го. Где жил Серафим Саровский? Сергий Радоничский? Что имели? Топор. Все остальное уже сами делали. Где они жили? То как можно учить кого-то? То есть, чтобы я не учил. Тут понятно, что сатана хочет. Строить это целые плотины. Ну да. И не организовать элементарный быт. Если уж не для себя, то для других. Элементарный быт у нас создан. Вот у меня здесь ковер. Смотри где. Я каждый день собираю буквально пылинки. Выметаем. Каждый день. Каждый день на коленках ползаю. Ладонью прощупываю. Вот так вот гоню. И где-то какая-то там чуть-чуть. Порошинка. Я ее убираю. Я просто люблю чистоту. Но как можно учить кого-то? Не для себя. Для себя у меня как раз что есть. Вот стоит что? Принтер. Вот его видать. Самый современный принтер. Вот смотрите, как у меня все сделано. Вот глазок. Его видно. Вот теперь я только стою сейчас. Переключил. Раз, два, три. Все. Вижу всю обстановку. На улице идет дождь. Вот это наша ограда. Вот она где. Я сейчас могу даже показать, что цивильный дом. Как мы здесь живем. Я нахожусь дома. Я этого не делал. Это Господь так сделал, показал. Вот теперь у нас кто-то выходит из дома. Вот я сейчас покажу. Нет, не это, наверное. Вот это, наверное. Ну, да. Вот, видишь, ничего не дать. А вот там просвещиваются двери. Вот наши двери. Вот она где. Там Надежда Васильевна. Это крыша. Ну, ладно. Теперь вышел. Ну, вот теперь вот это. Это не видно. Вон ворота. Дальше, видать, лестница. Я не выхожу из дома. Дальше что? Ну, человек пошел. Вот наши братья идут. Тут снимают шапку. Три поклона. Вот, пожалуйста, вот двор. Вон идет, видать, машина прошла по улице. Я не выхожу из дома. Я сижу. Ну, вышел из дома. Теперь дальше. Вот она. Дом видно. Дальше, видать, улица. Это не выхожу из дома. Севильным или не севильным. Я не думаю, чтобы даже, ну, каждый это имел такое устройство. Ну, а дальше вот из окна. Я не тот нажал. Вот. Это напротив, я вижу, дом. Вот, где мы молимся. А все у меня за шторками. Ничего не видать. Я это вижу. Я это вижу. У нас матраса. У нас все есть. Кроме того, не надо забывать. Я начальник детского лагеря был. И мы шили палатки для лагеря из отходов. Ни копейки не стою. В трамвае, где изрезаны сиденья. Потом сшивали. Из них огромные палатки шили. Огромные. Там метров 15-17 и высотой 2,5 метра. Из отдельных. И вручную все. И все это на 12 квадратах. И здесь также. Вот сейчас только, ну, считаю. Раз, два, две почти половинки. Две с половиной секунды и уже здесь. Вот. Все есть так. Быть не для себя, то для других. Туалет. Двоеточие здесь. Спальные места. Да и все, что есть в хате. То есть он подо все. Подводит базу, что не по-христиански. Туалет. А как туалет? Ночью выходить одному нельзя. И зачем выходить? По-легкому. Что скрывать-то? Это так. А вы-то идете где? Сидите в кухне. И тоненькая стенка. Это совесть потерять надо совершенно. Идете-то вы не по-легкому. А раз не по-легкому, то и звуки какие-то издаете. У нас этого-то и нет. Если уж больной, там старый. Это вопрос другой. И поэтому как можно? Спальные места. Спальные места у нас прекрасные. Иоанн Златоус говорит, из золота или из железа, там с дерева сделанное лошадь твою, что полезнее? За золото тебе с кроватью вместе утащат. А у нас из дерева, из дерева, пожалуйста, два-три этажа, в другой комнате три. Считай, сколько у нас. Я поясняю. В его хате. У меня все как надо. Это, знаете, те, кто живут. Живут люди, которые, с кем познакомились. К слову сказать, вот и Никита с Украины. Ваших украинских принимаем. Место находится. Как тебе спится, Никита? Подойди минуточку сюда на себя, чтобы... Володя, ты подойди к этому. Говорим тут. А, шаги маленько сюда. Пусть тебя Пивень Борис увидит. Где тебе видно? Сюда как-то наклонись, чтобы тебе видно вот это высоко. Сейчас ты будешь помогать мне считать нам. Стой, маленько, помоги составить ролик. Как тебе здесь спится? У нас подъем. Хорошо спится. Ночная база тебя не смущает здесь? В смысле? Ну, он говорит, что вроде туалет это неправильно, что он к чему здесь. Я уж не говорю, подкапывается. Но видно, что копает. В наш горшок заглядывает ночной. Ему это надо? Да он столько на наших мог бы найти здесь. И Златоуста, и чего-то. И что это, не касается? Только не полностью, чтобы отключать. Вот. Спится хорошо, воздух чистый у нас? Чистый. А он говорит, не пахнет. Вот, пахнет-то. А ты когда ночевал, у Сергея, у него воздух там лучше? Тоже хороший, нормальный воздух. Ну, не может быть он нормальный воздух. Куда у него из дверей? Дверь открыет. Что идет? Из общего коридора идет. Мы откроем на улицу. Это неравно. Дальше. У него вентиляция никакой никуда не идет. У нас непрерывно топится печь, и сотни кубометров вылетает воздух, который засасывается из всех щелей, с улицы, опять туда. Нормально это поэтому. Какой, я спрашиваю, лучший воздух? Вот ты был в коммунальных квартирах жил, и в частных. Где воздух лучше? В частных лучше, конечно. Ну, тут понятно, любому даже. И все стараются там на дачу сидеть, летом отдохнуть, в свежем воздухе. Я подумал. А если бы неожиданно Путин, и, очевидно, Владимир Владимирович, президент, захотел бы его посетить? Захотел бы, а почему нет? Лапкин тоже принял его в таком убогом жилище. Наоборот бы я сказал, вот он пришел, смотрите, Владимир Владимирович, вот передо мной сидит. Я его угощаю, я патриарха приглашал. У меня пенсия 6523 рубля 15 копеек. Это прожиточный минимум? Нет? Прожиточный сегодня, говорят, где-то чуть ли не 30 тысяч. Как я могу жить? Платить за электричество, платить за землю, платить за уголь. 2 600 1 тонну стоит. А тут я сколько беру? По 5 тонн? Ну, и по порядку. Так как я могу жить-то? Вот я его должен был бы спать. Владимир Владимирович, у меня 35 лет трудового стажа по трудовой книжке. Мне работать не давали вы. Вы в то время КГБшник был. Ваша власть меня гнобила. Мне нигде нельзя было работать. Нигде. Только при милиции, во внебедомственной охране своего района. Меня устроить нигде нельзя было. И как теперь справедливо, что не давая работать, вы заранее меня обрекали на мизерную пенсию. На которую прожить нельзя. Я бы его пригласил, он бы увидел. Я живу на пределе. А почему? Тут люди участвуют. У меня ничего не купленного нет. Где-то достал, где-то помогли, где-то кто-то. Притом я ничего нигде не просил. Ни разу. Для себя не просил ни разу за всю жизнь. Вот теперь и смотри. Шторки, что у меня есть. Половички. Вот это покрывало на кровати. Это все кто-то подарил. Бабушки какие-то. Я пригласил бы президента у Бога в моем жилище. Я бы сказал. Но при всем том, Владимир Владимирович, я не ропщу, а радуюсь. Я не ропщу, а благодарю Бога. И за вас, Владимир Владимирович, каждый день молимся мы. Произнося ваше святое имя перед Богом. Чтобы на вас не было покушения. И у него бы впечатление от посещения моего этого, как он говорит, убогое жилище-то. Оно было бы как у Бога. У Бога это. Он как у Бога побывал бы. Или что-то бы сделал для того, чтобы достойно принять президента. Ну что бы я мог сделать? Кроме того, что есть. Не знаю даже. Ничего бы не сделал. Валенки дал бы надеть за шоу. Показал, как там разуться. Уличными ногами. С кауриков с того не слазить. Дальше вперед пригласил бы. Посидели. Сказал бы, ты больше у меня безопасности, чем в Кремле. Ну а насколько более должен потрудиться Лапкин сегодня, чтобы пригласить в свой дом Господа Иисуса? Ну то вообще не знает. Не Господа Иисуса. Что к Иисусу? Приготавливались? Приглашали? Он заходил к тем людям, на которых смотреть не хотели. И к нему там и блудницы шли. Я бы дом приготовил для Иисуса. Так я с Иисусом-то все время. Он не в ракотворенном храме живет. Внутренний храм. Я нахожусь в Церкви Христовой Православной. Сейчас эту неделю готовлюсь к причастию. Первая неделя поста. Я должен потрудиться. Что у меня здесь есть. Тем более дом один такой. Может быть на Россию. Ну может быть на Барнаута это точно. Что? Я 11 лет вел суд после освобождения реабилитации. И выиграл процесс. Авиаответчикам сделали городскую администрацию. КГБ в стороне. А у городской администрации нечем рассчитывать. Я предложил недвижимость. И вот в центре города, я сказал, что было в центре города, недалеко от транспорта, сухое место, чтобы бабушкам можно было приходить. И вот мне дали два дома. Общая жилая площадь 226 квадратных метров. Ну здесь у меня не знаю сколько. 15, 16, 18. Не больше. Мы здесь живем. На днях еще один человек приедет, будет жить. Василий. Пригласить в свой дом. То есть он сказал все хорошее. Плохого он не сказал. Но он сказал, что не понимает. Ему это полезно будет. Дальше. Своевое Лапкина граничен с деспотизмом. Какое своеволие? С ночном горшком? Горшок или где он своеволие это видит? Своеволие. Я еще раз заново ролик просмотрел. Нет еще. То есть это явное нерасположение. Не только нерасположение. Он сестре одной отвечает. Фактически он поносит меня. Ну понос это мы знаем как лечиться. Черемуховый отвар пить надо. Своеволия Лапкина гранищет, подчеркиваю. Гранищет с деспотизмом. То есть не мог сказать, что деспотизм. Но гранищет. Ну прям рядом. Ну я не поддался ему. И в этом нет даже никакого христианства. Отказывает мне верить во Христа. Он никого не судит. Почему? А он харизмат очевиден. Он лечит. Исполненный какого-то духа. Я немножко разбираюсь, чтобы не обидеть его. Иисус даровал христианам свободу. Какой свободы? Еретиком быть? А Лапкин загоняет людей в рабство, безусловно, моему послушанию. Больше всего знает, которое здесь у меня находится. Так. Лапкин загоняет в рабство, безусловно, моему послушанию. Да каждый имеет право сказать, с чем не согласен. Вот к вам приехал Никита. Если я начну говорить, с чем были сначала не согласны, мне приходилось бы ему уступить или мне. Я не хочу просто уже говоренный об этом. Ты в рабстве, безусловно, послушании находишься или свободен выйти из него? Никита. Я хотел попробовать деспотизма. Деспот это епископа называют. Правильно же там? Деспота поет. А вот обряд... Деспотин означает. Да, обряд целования руки, это прилично делать епископ во время богослужения. Епископ символизирует Христа на богослужениях. Ему целуют руку. А это перенеслось теперь, то есть вообще во всю жизнь обыденную. А священник, он символизирует апостола. То, что он не может руковолагать, как Христос. А теперь руку целуют и священнику все, даже не знают об этом. И священнику, и епископу. Можно бы это было сказать, что это необязательно, даже не надо. Это даже вредно для священников, руку целовать им. Это и епископ, только может привилегию такой давать, что ему руку целуют, потому что как Христос. Апостолы руку не целуют. Апостолы могут Христу руку целовать. Они это, а не люди. Так, ну, маленько, не потом ты говоришь. Своего я лапки награничит деспотизм. Ты хотел объяснить. Вот это вот. Что она хочет сказать? Где он это видел? В ролике я посмотрел, ничего нигде нет. Где? То есть, его сильно это тревожит. Сильно. То есть, у него нет этого деспотизма, и он не граничит. И ясное дело, раз он это осуждает, то у него этого нет. И как он может осуждать-то другого? Ты здесь живешь. Говорят, в рабство, безусловно, ему послушание. Ты в рабстве живешь? Ну как все мы тут... А Павел, раб Иисуса Христа, написано. Яков, раб Иисуса Христа. Ну на рабство послушание мне, он говорит, безусловно, моему послушание. Какое? Что он имеет ввиду? Какое послушание? Говорят, что во-первых, любовь во втором, в остепенном свобода. Или как там сказано такое выражение? В главном свобода вот так Растепенном любовь, главном свобода И во всем любовь Ну, во всем любовь Главное, чтобы любовь-то была в основном Во второстепенном Свобода Ну так, и что он имеет в виду безусловного послушания? Во вред это он считает? Почему вы не считаете во вред? Да, он не знает о том, в монастырях А у вас, где собрание там проводят И где беснуются люди, там не послушание Пока этим духом не будет оболеваем Ползать на коленях, ползать, лаять Я не про него говорю вообще На Украине Хотя сам он должен понимать Что как и все прочие, так и он сам Не без греха, не без недостатков Не без ошибок И от него самого может исходить неправильно На окружающих его людей Что науки Христовой, что в обыденной жизни То есть, заметьте, сколько неправильного По порядку, начинаем Все прочие, не без греха, конечно Без недостатков, конечно Без ошибок, почему-то их разделяет От недостатков и прочее И таким образом от него самого может исходить То есть, нету, но намек бросил Может исходить А он показывает где-то неправильно В науке Христовой Какая наука Христова? То есть, не от Христа Вот у нас приехал первый секретарь Железнодорожного райкоба КПРФ Лапкин говорит У нас атакели отапливаются для детей Тут тепло А я подумал, тепло? ВОЖ любит тепло Не ВОЖ Он не видал ничего Но намек гнусный брошен Он бросил науку Науку Христову Может исходить А может и не исходить Может исходить Я о нем, например, никогда не беседовал И не буду говорить Я знаю, что он ничем не отличается В общей массе Всех еретиков Полная свобода Бритый В таком возрасте Зачем бороду брить? Зачем? Посты не соблюдает Ни поста, ни креста нету Я знаю Но я еще ему буду привязываться Я знаю, что он не в церкви Христовой Дальше Но, к сожалению Он и этого не видит И не слышит То есть, то, что он здесь нагородил Я должен видеть и слышать Что весьма прискорбно Для кого прискорбно? Для дьявола Ибо соседство Правильных отчастей Маленькая часть учений И образ самой жизни Просто друг другу противоречит И пребывает в антагонизме Поясни, Никита Как это? Где ты видел у меня Чтобы мое учение С моей жизнью в антагонизме было? Это ваша Украина нас клеймит Ну да, это я виноват Что он написал это Ну да? Поясняй Ничего я не буду пояснять Я не знаю, что он пишет Даже понять невозможно, что говорит Когда-то подумал А не поехать ли мне к Лапкину Чтобы послужить народу тех краев В дарах исцеления То есть, он мыслит себя каким-то исцелителем Как Кашпировский, очевидно И заодно навести там элементарный порядок Хотя бы в том месте, где бы я жил Вот я бы посмотрел, как он навел бы этот порядок Какой порядок Какой порядок Смотрите, как он Заодно он там в Украине Он мучается Знает, что из Украины люди берут А я их привещаю тут Он это внимание не берет Что наши едут там в Донбасс Помогают Помощь какую оказывают Он ничего этого не знает Где бы я жил Бы, бы, бы То есть, он не думал Хотя бы Где бы То есть, да никогда ты с места не стронишься Но мое мимолетное желание Просто было разбито его муштрой Своеволем и деспотизмом Смотри Уже он Тут говорил как Граничит с деспотизмом Вот где А здесь уже дальше Он разогрел себя И уже Уже деспотизм без всяких границ Уже ко мне перешел Вот я могу посчитать Сколько здесь строчек Три Раз, два, три, четыре, пять Восемь Одиннадцать Двенадцать, тринадцать Еще шесть Девятнадцать Ну, двадцать две строчки примерно Через двадцать две строчки Уже все Граничение Произошло А ко всему этому Еще прибавится Жуткий быт Опять к быту Там нормально Жут Не такое Тут слово Жуткий он прибавил То есть, сам себя накалил Нагнал В современном городе Но в убитом доме В убитом доме Где находят утешение Ни один, ни два человека В моем доме В моем доме люди молятся Приезжают Как приехал тут Детские лагери В городе Где им ночевать? Другого города Открыли дверь Всем нашлось место Придет сейчас И все это будет разрушено А, вот к чему он гонит Это какой дух-то там Только после того Как лапкину идет Господу Значит, тут сатана Подсказал, что При моей жизни Это не удастся Ничего из того Что мы видим В ролике Не останется То есть, видит В ролике А видит только хорошее Утренний завтрак Покажем Все коренным образом Изменится И многие станут Этому свидетелями То есть, заранее Он уже что? Рад он? Или он хочет Чтобы осталось Как сейчас? А вот будет разрушено Это его желание Тогда это никакой Не борис, не пивень А сатана Пришел к нам сегодня Сатана забрасывает нам Свою порцию яда Ты бы хотел Чтобы все изменилось После моей смерти Я тут вопрос Знаете, что Православном учении Кто причащается Человек из чаши Сына человеческого Вкушает Или Святую Троицу Да Как вы ответите правильно Ну да Ну как правильно будет Сына человеческого Ты мне вопрос задаешь Да Ну как вы Плоть Сына человеческого Ну вот А они пишут Что это Святая Троица Ну что я спрашиваю Ну ты как думаешь Вот он Радуется тому Что все будет разрушено Ну конечно радуется Так Ты живешь сейчас здесь Ко всему Здесь вот живешь На квартире И уже не первый год Можно сказать Второй год Это жуткий быт Для тебя Ну давай Давай этому Борису пивене Что он там скукарекал Петух этот Петушок Ну нормальный быт Тут вообще Ну вот так Человек Который рядом Живет И он говорит А человек Которого нет Валентинушка Что мне обидел Что я мужа Там маленько Разобрал Тут жуткие То у батюшки Я вообще не был У него там Паутина не убрана С потолка была Я взял веник Это все убрал Там потолка Паутину Там Протяжение всего Это было жутко Когда паутина Такая на потолке Висит Ну я сказал Батюшка Это у вас тут жутко Он тоже засмеялся Жуткий Говорит Жутко И засмеялся Он не знает Как в житиях святых жили Какие кельи были Где Семенов Столбник стоял И другие Он говорит С православным Он даже не имеет Ввиду ничего Что ему можно ответить Это ты бы что ответил По-украински Ответь ему Ну пусть приезжает Как он хочет Ну и все Что ему ответить А он-то вам Вам лично написал Ну конечно Да Прям вам написал Ну конечно Ко мне написал Ну давай посмотрим Сейчас Вот Чтобы не было Голословно Вот сегодня интересно Убрали Где Первый день Это есть Что это означает Не знаю Что это означает Вот здесь вот было Сейчас я откнул И сразу бы на письма Вышел Где тут письма-то искать Площу сегодня Все время было Но сейчас я вот И не знаю Что такое Уведомление Вон где цифра 2 стоит А? Вот письма-то где Вторая, да? Это тоже Нет, подтверждение Да нет, это не то Это на фотографии Убрали сегодня ночь Утром искал Искал Легко было видно Где-то Что-то там придумывают И неизвестно А это что? Игры Обсуждения Сообщения Ничего там нету Уведомления Где ее искать-то? Прислал тебе открытку Новая галерея Поздравлений Вот это вот не надо Мне сколько раз говорил Не посылайте Он сообщение сейчас Иначе нажимал Удалять Ну где найти? Так это где-то здесь Или здесь Это может Вот я сейчас Ну сообщение Смотри Открываю А вот оно Вот, смотри Он под именем Валентины Пивень А нет Подожди Было личному Нет, мне Мне он написал Нет, написано Ответ одной сестре На этот ролик Один час назад Это на его ролик Его я поставил сюда А может быть он в этом В скайпе Но я там не найду его Ну-ка найти Сможем или нет Задержим Я буду медленно Сверху вести А ты смотри Уже Есть или нет А как Пивень искать? Пивень Ну Борис Витя Сообщение Он к вам Обращается Как в третьем лице Не лично к вам Он как бы Я бы Вот он там Не к вам лично пишет Нет, нет, нет Ну он кому-то там И говорил Я откуда бы знал То он перекинул То есть он уже Не просто мне говорит Зачем он переслал-то А кому-то он говорил Видишь как То есть он там Даже распространяет Это Он больше заниматься нечем Я бы о нем Что-то распространял Но ответить я должен ему Ну смотри Нет Ну что он был То был Ну значит Не здесь Какое у меня Еще здесь есть Ааа Вон Вон где Вон где Вон где И вот я Видишь Сразу ты не сообразил Это означает Вот где он был Вот он Подъем Под этим роликом Под роликом Вот он Вот смотри теперь Борис Пивень Вот он Аааа Вот он 15 часов назад был Вот я теперь считать Дальше открываю Ну а туда я выбрал Убоком жилище Господи Что-то тут А это что Как-то убрать Как это убрать Вот это Вы можете закрепить Вот это Что Еще раз Сюда нажмите Вот на турнире А что удалить Борис Пивень Вам Брак достает меня Через тему о войне Бог как Муж меня ненавидит Из-за того Что я против Защиты Убийства Теперь бабушка Елена Александровна Теперь бабушка А теперь бабушка Елена Александровна Я решила Что хватит И проявила Праведный гнев Защита учения Моего Господа Иисуса Повысила голос Да как не повысить Кругом только Защищать Убивать Воевать Так что имейте ввиду Если она вам будет звонить Что ее задели Хотя голос повышает Не столько на человека Сколько на того Кто противится За его спиной И еще Меня спросила Ты что Святая Я сказала Верю что да Ибо святой С еврейского Переводится Как взятый Богом в удел А если ты не святой То ты тьма А я тьмой быть не согласна Так что для многих Своих Как бы православных Поцерковленных Я сектантка Ну не им судить Поцерковленных В кавычки берет Как бы православных Поцерковленных Написано Не им судить Я доверилась Иисусу Христу И его слову Аминь Я дальше отвечаю Ответ Много раз уже говорил Что хотя есть У меня страница В одноклассниках Вконтакте Твиттере Фейсбуке Живой журнал В других местах Но все это сделали Администраторы И модераторы Там я никогда не бываю Там и не читаю Никогда Мне говорят Ответь У вас что не бывает За вас кто-то отвечает Пишите на форум В ютубе А лучше всего В моем мире Там на фото Я без голубя А просто в шапке А то я На другое Это уже не сет А это Про войну Я уже сколько раз говорил Ну про войну Вам надо знать Про войну Часто спрашивают Вот смотрите как Очень даже просто Вы зайдите Вот так вот Сейчас я покажу На наш сайт Вот он Во свете Библии Просто Вот во свете Библии Дальше В азийске Писнул православие Книга Я открываю Вот книга Открыл А я говорю вам Любите врагов ваших 299 страница Теперь я на его ткните Вот так только Откнули Вот теперь прошло Вот Жирным курсивом Это все из Библии взято Вот я Просто прокручивать буду Зайдите тут Считайте Тут в экран то не вместится Это все одна тема Такой ответ Смотри какой ответ Вот сколько мест Писаний Житий и святых Георгий Победоносец Все взято здесь Что говорят Святые Отцы Каноны Церкви Здесь все Абсолютно все Александр Невский Какие годы Почему так говорят Настоящее время Это вот все Что я двигаю Это все По этой теме Ответ Воевать Воевать не воевать Вот как Ну вот такое Я хотел показать Показал Дальше снова продолжаем Кто пишет Что это на один день Ага Андрей Грачев Грачев А Горчев Простите Хищные волки В церкви православной Если прости конечно меня Господи Можно его так назвать Называть А кого его Хищные волки Православной Если прости конечно меня Господи Можно его так называть Не для этого Наши святые отцы Страдали Игнатий Тихонович Вот эти стихи написали Мои прадеды С сестрами И братьями Когда были гонимы От коммунизма Вернее Вернее От КГБшной церкви И вот знаметь Какие стихи писали Те Они не складные Как будто Насколько в них Написано страдание Посчитай Помощь троице святой Тихой ночи Скорбный час Благодать святого духа Посетила среди нас Когда люди мирно спали Тихим мирным сладким сном Злые люди нас искали Всю повсюду Божьих пчел И везде Везде Повсюду Нас старались Отыскать А зачем людей невинных Нас старались забирать Точно кто-то Среди ночи Тишину вдруг Нарушил Среди мир Людей невинных Мир нас прячет Захватил А мы с трепетом Спросили Боже мой Творится что? Кто тревожно Так стучится В моем маленьком окне? Двери С пути Отворились Вот безбожники Идут И преступников Невинных Арестованно Нас ведут А мы с трепетом Спросили Разрешите Что нам взять? А они нам отвечали Вас отпустят Всех назад А мы верили Как дети И спокойно Все идем Мы надеемся Вернуться Ничего Мы не берем Рано утром Все проснулись Нас уже нет Никого И родные Нас слезами Каждый ищет своего Где родные Наши братья Дорогие наши Где? А мы уже Заключенные За решеткой В тюрьме Тихо Бога прославляем И с горячей душой Мы друг друга Утешаем Мы без Ведушки Такой Не бойтесь Братья и сестры Не боитесь Вы в тюрьме В ней Уж вдоль Пострадали В ней Не первые И мы В ней Апостолы Святые И пророк Притеч Иоанн В ней Иисус Христос Спаситель Заключен В тюрьме Был сам Пусть нас гонят В край далекий Отрывает от родных Мы надеемся на Бога И на помощь всех святых Нам Сибирь Страна родная С Богом Нам везде Свой край Вспомним Всех святых Страдания И везде нам будет рай Помоги Великий Бог Мирных ангелов Пошли Вместо Скорбной Нашей жизни Вместо Тихий Вселись Вместо Тихий Веселись Все святые Семь соборов И без Глазников Духов Распеваем Глазским Хором Святый Господь Саваоф Подвязайтесь Братья И сестры Подвязайтесь До конца Кто достойно Пострадает Не лишится От венца О, еще Андрей Грачев Еще одно Стихотворение Не ропчи На суровую долю Крест тяжелый Покорно неси Уповай же На Божию волю Ты терпения Да силы проси Бог пошлет И тебе испытания Что покрепнуть Тяжелой борьбе Если муки И сердцу Страдания В этой жизни На пользу тебе Так не вздумай Что грустное время Передать Свое горе Кому Иисус Христос Помогать тебе Будет Доверяйся Ему одному Предыконы Склонившись С мольбою Помолись ты В ночной тишине Бог невидимо Будет с тобою Скрытый врач И целитель души Так иди ты Путем Тиренистым А широкий ты Путь забывай Иисус Христос Помогать тебе Будет Ты на помощь Его призывай Я ничего не выправляю Вот видите как И все Вот какой то Что то такое Пишет Статью прочитал Не знаю Надо ли было Считать И искать Среди студентов Настоящих христиан Это где там Я говорю Сыпенникова Какой процент И проще Да и неизвестно Это у меня Это у меня здесь Висело Я сейчас покажу Какой ответ Даю дальше Для христиан Есть другой купец Из Библии Найдя одну Драгоценную Жемчужину Пошел и продал Все Что имел И купил ее Вас я тоже вижу Купца из Библии Вы нашли Жемчужину Но не даром Приобрели Потрудились Понимаю Зачем вам деньги Одежды хорошие Если у вас есть Несравнимая Ни с чем Жемчужина Христос Теперь главное Не потерять Храни вас Господь Вот он сказал Может молодой Какой-то человек И вчера я сразу Это снял Почему Время, деньги Это я не к себе Говорил А вот Когда телефон Сделали платным По минутам Сколько говоришь Сколько заплатить надо Я написал Разговаривать Не более Смотри Двух-трех минут Проверь Правильно ли положена трубка А внизу написал Время, деньги Сколько, сколько Каждая минута Чтобы заплатили Я не о себе Говорил-то Ну я убрал Раз он сказал И смущает Я сразу убрал Вчера тут же И попросил Надежду Васильевну Написать Сераха 19.1 Читай Сераха В 19 глава 1 стих Ни во что Ставящий малое Мало по малу Придет в упадок Ну кто это еще был Евсеев Кто это сделал Замещание Я благодарен Убрал Хотя там ничего Не было другого Сколько стоит Одна минута Как говорить Какой телефон Мобильный А сейчас почти Никого нету И вот Там написано Не более 2-3 минут Это мы еще потянем Потому что Они наговорят А платите мне А у меня тут Разговаривали Приходили И строили И кого только не было Всем надо позвонить А при чем тут я Да еще Говорят сколько времени Вот об этом Видите Он сделал Маленькие замечания Как бы Я уже его учел Все Ну и дальше Уже по этим Показать Что у нас есть Ресурсы Вот То есть мы нашли Где этот пивень Говорит Что Куда тут Как выйти Сейчас Подожди Ко мне Надо выйти На Вот она Вышел Опять куда-то С тиграми Замучились Вот это у меня Сегодня Какие на Ютубе Выставил И такие Переношу Сюда Все уже пришли Вот сегодня Занятие Которое было В воскресенье Вот Никита Склонился Дальше Видео добавил Что Масленников А Масленников Ну дальше Что это События дня Добавил Вот что считает Слово Божие Юрий здесь был И тут опять Никита посередке Никита Ты Попадаешь Часто Это не Я выставляю Картинки Картинки Выставляет Машина Сама Вот здесь Очень легко Общаться Пишите мне Здесь Вот написано Вверху Мой адрес Телефон Где-то Я не вижу Обычно Всегда здесь Сегодня убрали Все Ночью Вот здесь Был адрес На него Легко было писать Что-то Вообще Кто это сделал Может быть вернуть назад Ну ладно И теперь Ленточный Православный форум Игнатия Лапкина Православный форум И вот смотрите Что здесь Это я уже Вопросы Я открываю Какой вопрос Сегодня один написал Считай Здравствуйте Игнатий Тихонович Хотелось бы узнать Мнение по филму Кирилла Серебренникова Ученик 2016 года Во свете Святой Библии Спаси Христос Ну видите как Я во первых Этого человека Не встречал Не знаю Фильм Мы тут же Начали смотреть Сегодня утром Вот Ученик А вот здесь Вот Его надо Откнуть Да не откнуть Он даже Не показал Здесь Это Зарядите Ученик Ну я зарядил Там Ученик Вот она идет Ученик Зарядите в этом В гугле Или где Ученик Смотреть Вот дальше Я зарядили И вот оно Как выглядит Вот Ученик Ну это можно Закрыть Дальше Что идет Вот он идет Сам фильм Ученик Драма Вот смотрите Я включаю Маленько Середина Показать Ну Гриша Ты же так Будешь хромать Ну вот такое То есть этот фильм Есть Еще пока Здесь нет Несколько Кадриков Тут еще Вообще нет Вот Это Юноша В школе Учится Там Библия попала Как он ее понимает Так он ее пытается Чтобы не было Разврата Ничего нет А дальше видно Он не церковный Ну и кто это Написал Ну написал Тут серебряный Так вот Я сейчас вернусь На это Кирилл Серебренников Серебренников Вот Я отвечаю Смотри Вот здесь Ответ Ответ Внизу ответ Большой который Нет Вот это его вопрос Ну да Вот он где Дальше я отвечаю Вот Выставил здесь Тут же Прямо внизу Выставил Не знаю Что это означает Красное Вот это Это реклама что ли Валенки продают Дорогие правда А как его убрать Нельзя Я купил такие За 800 рублей А Да не знаю Как его убрать Нет наверное Или можно как то Ну я пошел узнать И вот этот Кто пишет Вот смотрите Я на него ткну сейчас Вот Я показал Видите Ткнул Она открывает Вот Что открывает Кирилл Серебреницкий Правильно Игнатий Тихонович Лапкин Бивеню Габен Христос Ага И вот Большая статья Вот какая статья Про меня он написал Полностью Про меня Эта статья Вот этот самый Человек Говорят Это у него Выставляет Вроде бы На соискание Нобелевская Не Нобелевская Это там Аскаровская Премия Где-то Вот он пишет Кирилл Серебреницкий Я дал ответ Как Здесь он пишет Пишет Очень хорошо И очень правильно Так это он Написал про вас Это он написал Он Ну я взял Отсюда Скопировал И сюда Вот крупно Вот Мариэль Был приходским Священником Можно даже Прочитать было бы Хочешь Прочитаем слух Да на работу Надо ехать Игнатий Тихонович Надо на работу Ну вот тут Видите Обо мне Он пишет Даших Лапкин Знаменитый Современный Православный Миссионер Зарубежной церкви Основатель Села Община Потеряев Каналтаев Сейчас дымно Бородатый Легко сухой Узкий Старик Люди Православно углубленные Православно восприимчивые Наверное Все о нем Все о нем Более-менее слыхали Дальше Что я о себе говорю Он это все берет Берет А потом говорит Точные хроники Авториографии Лапкин не указывает Вот такой Где я был И вот дальше берет Из Виктории Гелго Который потом сам Крестьянский сын Теперь обо мне Как я обратился И какую роль сыграл этот фильм И дальше Что тут надо прочитать Но в конце говорит Вполне возможно А вот Матрос Матрос Лапкин Один из нас Из русских Диковино советских Вдруг Роковой вспышкой Наполенных Францией Прикосновением К Франции Подпавших Под тот Таинственный Эдвальтоцианный Трехцветный Поток Франции Со времен Петра Великого Излучаемую В сторону России То тревожно И нежно Деголевский Синеющий То призыно Торжественно Наполеоновский Красный То надменно Манящий Лилейный Бурбонской Белизной Вот какой Кирилл-то Все Или вполне возможно Был бы тогда В облике Вальжана Не Жен Габен А кто-то иной Потусклее Посуетливее Менее наивно Яркий И более Целлулоидно Голливудский И жил бы Дальше Матрос Лапкин Спокойно Неверующим Просто советским Человеком И обычной Потеряевки Не было бы Никакой Вот как Нет Так вы же Не от фильма Уверовали От Евангелия При чем Я уверовал Первый Я фильм посмотрел Там написано А написано было так Что он Евангелие На Евангелие сослался В книге Так говорится Современный Православный Миссионер Основатель И дальше Сходил Достал книгу Особенно Говорится Вот отсюда Просчитай Особенно Говорится Об этом В главе 13 Это Мезерабель Это Отверженное Викторий Гюго А выписывай Все В книге Говорится Про католического Епископа Монсеньора Бьявеню Он так Помечал Читанное В книгах Что делая Выписки Находил Суть И Виктор Гюго Говорит Думаю Что это было Из Евангелия За дело За живое Что же Это за книга Такая Это из фильма Я слово Уловил Впервые Я даже Не слышал Никогда Вот так Ну и дальше О моей биографии Он пишет Вот А дальше Я на ответ Какой отвечает Про фильм Про этот Ну мальчишка Ничего не знал Не знал Но Евангелие Говорит Вот я ответ Здесь и даю Он как везде В школе Говорит Там В каком виде Одеты Учительница Там Принесла урок Сексологии Там Преподавать Морковку Чтобы натягивали Презерватив Все Ну и дальше Что это говорится Ну действительно Страшно просто Ну он так вот Написал И Вот я отвечаю Видите как Попутно все Дальше Что у нас Здесь Ну вот это Я показал Отсюда взято Это Наш Это Наш Видеоканал Сейчас я вам покажу Вот он Видеоканал Открытым уроком Четыре с половиной Миллиона Просмотров Пять тысяч Почти пятьсот Подписчиков Ну и здесь Если конечно Ютуб будут Убирать куда-то Что-то будут делать Не будут же они уничтожать Пять тысяч Примерно восемьсот С лишним роликов У меня здесь Ну и дальше Вот Последие Гиблии Наш сайт Сайт Вчерашний Вот у меня День Чем я занимаюсь Вот конкретно Здесь вчера Ну как всегда Это молитва Не менее семи раз В день становиться Тут уж не скрываем Почему Семикратно в день Прославляю Дело божье Тут еще особенного Как бы нету Это уже навык Привычка идет Посмотрел Фильмов Вчера фильмов Пять посмотрел Или больше даже Про белых медведей Про моржей Про косаток Про Про парусников Ну там Марлен Какой-то Это рыба Такая есть Много смотрел И задел У меня фильм Еще там один Я посмотрел Про войну В свете У меня немецкая хроника Идет Кто-то снимал Вот это Это мне просто необходимо Я часто По этой теме говорю Ну вот и день Тут уже И хлопцы пришли А сегодня Вот этот фильм Можно еще посмотреть А тут ждем Завтра Гости уже Подъезжают Екатерину Вот и день прошел События дня Вас жду Богу нашему Слава